Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале АЭС. В студии для вас работает Алена Алинцевич. В начале выпуска коротко о главных темах. В областном театре кукол Аистенок состоялась премьера спектакля «Братец лис» и «Братец кролик». Чем удивляют детей и их родители, расскажем в выпуске. В Иркутской области становится все больше детей с редкими именами. Какими именами сейчас предпочитают называть младенцев родители? И сколько детей родилось в области с начала этого года? Выставку о буднях специальной военной операции открыли в Иркутске. Что можно увидеть в Музее солдата Отечества, расскажем в конце выпуска. Не переключайтесь! Цирк Шапито «Дикий драйв», где пантера напала на трехлетнего мальчика, гастролировал по Иркутской области без уведомления Россельхознадзора. Предприниматель действует на основании лицензии, но он не проинформировал Россельхознадзор о начале гастролей в Иркутской области и Бурятии. Тем самым допустил нарушение. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии планирует провести внеплановую проверку в цирке. Мероприятие согласовывается с прокуратурой Иркутской области. Тем временем папа не имел права находиться с ребенком, который получил травмы в передвижном цирке наедине. Сегодня мы рассказываем продолжение нашумевшей истории. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с мамой малыша Светланой Князевой. И вот что узнала Элина Собенникова. На Светлане нет лица. Сейчас все свое время она проводит рядом с трехлетним сыном. Она говорит, что травмы серьезные. Сейчас ребенок все время под наблюдением врачей. На моем ребенке раны были. Но явно не от кошечки, собачки. Это такие глубокие раны. Я первый раз в жизни вообще видела. Конечно, и сам ребенок сразу же говорил пантера. Он слово пантера ни с чем не спутает. Это была явно пантера. Я даже где-то визуально видела, что у них на билетах есть кошка. Сама Светлана была против таких походов в цирк. И тем более таких фото. Как вы относитесь к циркам? И считаете ли вы, что фотографировать маленького ребенка с диким зверем – это нормально? Я против цирков. Я против того, что используют вот таких вот животных. Это вообще любых животных мучают. Я сама в цирке самолично не иду. Детей никогда нельзя подпускать к этим животным. Нельзя к собакам, к кошкам, чужим. Я своему ребенку объясняю – не подходи. У них есть зубы, когти и все. А тут целое огромное животное. Как маленький ребенок оказался рядом с пантерой, сейчас выясняет следствие. Тем временем, ситуация в отношениях между мамой и отцом ребенка сложная, говорит сама Светлана. В тот злополучный вечер она не знала, где находится ее сын. Хотя отец ребенка не имеет права находиться с ним наедине. Ранее, со слов женщины, она уже обращалась по этому поводу в полицию и в опеку. Но защиты не нашла. Сейчас девушка намерена сделать все, чтобы оградить отца от общения с ребенком. Человек имеет судимости. У него есть постановление суда о том, что в определенное время только в моем присутствии может общаться с ребенком. Я хотела бы для моего ребенка, для его безопасности оградить этого человека от моего ребенка. Конечно, я бы хотела лишить его родительских прав. Сейчас, по словам мамы пострадавшего малыша, его состояние стабильно. На лечение предстоит долгое. В том числе предстоит работа с психологом. Элина Собейникова, Иван Прокудин. Новости сейчас. И теперь главное к этому часу. Работодателям хотят запретить по своей инициативе увольнять единственных кормильцев из многодетных семей, независимо от возраста младшего ребенка. Такой законопроект сегодня внесли в Госдуму, сообщает парламентская газета. Сейчас расторгнуть договор можно с единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более детей до 14 лет. Если второй родитель или законный представитель не работает. Нововведение позволит ухаживающему за детьми родителю не переживать за непредвиденное увольнение супруга и снижение уровня материального благополучия подростков. А напротив, дольше заниматься их воспитанием. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года он вырастет с нынешних 19 242 рублей на 16,6% и составит 22 440 рублей в месяц. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС. Сенатор Социального комитета Совета Федерации Наталья Косихина ранее обращала внимание, что на фоне принятия этого закона вырастет заработная плата более 4 миллионов работников. Самым популярным зарубежным направлением для путешествий у россиян этой осенью стала Турция. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Отмечается, что в пятерку лидеров по турпотоку россиян также входят Египет, Таиланд, УАЭ и Абхазия. Ранее сообщалось, Египет и Таиланд наиболее востребованы у российских путешественников на новогодние туры. 29 и 30 октября в стенах Иркутского национального исследовательского технического университета прошли Дни N+. Уникальное мероприятие, посвященное образованию, карьере и профориентации в различных направлениях деятельности холдинга N+, для старшеклассников и студентов Иркутской области. Эти дни стали площадкой для обмена опытом и идеями между студентами и специалистами из отрасли. Как это было, смотрите далее. Молодые умы и топ-менеджеры одного из крупнейших энергохолдингов России. Все они собрались в Иркутском политехе. Площадку за два дня посетили более 5000 студентов и школьников. Интерактивные зоны, профориентационные тесты, работа с карьерными консультантами радует молодежь не только из Иркутска. На форум приехали учащиеся из Устилимска, Ангарска, Шелихова и других городов региона. Мне все понравилось, очень интересные интерактивные зоны. Я узнал, что я по профессии металлург. Это очень интересно и полезно для молодежи, мне кажется. И после этой пары я снова сюда приду. Специалисты холдинга «Н-Плюс» и студенты с утра до вечера обсуждали инициативы и проекты. Всех их идей и предложений не останутся без внимания. В университете уже несколько лет функционирует научно-исследовательский центр «Н-Плюс», идея которого принадлежит основателю компании, промышленнику Олегу Дерипаске. С его помощью студенты во время получения первого высшего образования могут получить и дополнительное профильное образование. Так, на сегодняшний день более трех тысяч выпускников Иркутского политеха работают в крупнейшем холдинге страны. Ректор вуза Михаил Корняков отмечает, что работа в «Н-Плюс» – это непрекращающееся личностное активное развитие. Я всем своим знакомым, кто спрашивает, где получить современное образование по энергетике, электронике. Советую идти в программу института, где выструктурно-процентрический центр «Н-Плюс». Поскольку мы выступаем в этой шапке, мы этим гордимся, нам это почетно. Особое внимание на форуме уделили угольной промышленности, которая продолжает играть фундаментальную роль в энергетическом балансе России. Со студентами встретился генеральный директор компании «Воссибуголь», входящий в «Энергохолдинг Н-Плюс» Сергей Иванов. Он рассказал о преимуществах работы на угольных предприятиях, необходимых компетенциях у молодых специалистов и внедрении цифровых продуктов в эту отрасль. На сегодняшний день у нас наметился тренд очередной на рост объемов. Соответственно, наша компания планирует увеличить объемы добычи в ближайшие 3-5 лет практически в два раза. Соответственно, сегодня мы добываем порядка 18 миллионов тонн угля. Соответственно, в недалеком будущем это порядка 30 миллионов тонн. Это мы будем добывать уже где-то в районе 2030 года. Дни «Энплюс» в «Эрниту» стали мостом между молодежью и руководителями ведущих направлений группы «Энплюс». Новые идеи для более устойчивого и экологичного будущего энергетической промышленности были полезны как для молодежи, так и для холдинга. Дарья Пастушенко, Алина Гурская, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Ангарский цемент продолжает внедрять передовые технологии, инвестируя в модернизацию и техническое переоснащение. Реализованные на заводе проекты повышают эффективность производства, обеспечивают его экологическую безопасность. Об итогах работы предприятия в строительном сезоне 2024 года расскажем далее. Ангарский цементно-горный комбинат начал свою работу в 1957 году. Сырьевая база предприятия – слюдянское месторождение Мрамора, разработка которого осуществляется подразделением комбината «Карьером Перевал». Производственная мощность комбината – 1 миллион 300 тысяч тонн цемента в год. По итогам трёх кварталов текущего года Ангарск цемент произвёл более 630 тонн цемента. Сегодня продукция завода – четыре общестроительных и два специальных вида цемента. Отгружаются на стройки Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Продукция нашего предприятия, она, как всегда, востребована на строительстве жилья. Приятно, что продукция нашего завода, она поставляется и на крупные объекты, такие как Култумский ГОК и Железный Кряж – это Забайкалье. Мы являемся непосредственными участниками в строительстве газопровода «Сила Сибири». Производственный процесс на предприятии осуществляется круглосуточно. Для обеспечения рынка высококачественной цементной продукции компания своевременно проводит плановые ремонтные работы оборудования, что позволяет минимизировать риски аварий и простоев. В этом году продолжается модернизация трансформаторных подстанций комбината. Завершается техническое обновление подстанции номер один с заменой силовых трансформаторов. Данный объект энергохозяйства обеспечивает электроэнергией гриферные краны и вспомогательное оборудование цеха обжиг. Это одно из ключевых подразделений завода, где во вращающихся печах происходит обжиг сырьевой смеси для получения клинкера, полуфабриката для производства цемента. Сегодня на заводе в пик сезона эксплуатируются все четыре печи. Для удобства потребителей комбинат модернизировал транспортно-логистическую схему отгрузки цемента. Уже в ноябре заработает современный весовой терминал с двумя весовыми платформами для гружёного и порожнего транспорта. Реализация проекта позволит сократить вероятность возникновения чередей при взвешивании автотранспорта, осуществляющего перевозку готовой продукции. Важное событие года – получение комплексного экологического разрешения, в соответствии с которым цементники приступили к реализации программы повышения экологической эффективности. Алена Алинцевич, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Теперь в Иркутской области есть мальчики с такими редкими именами, как Август, Богослав, Данислав, Завгар, Захарий, Космос, Север и Устин. А девочек называли Ариэла, Беатричи, Варвара Рада, Каталея, Океана, Руфь и Эльза. Тем временем наиболее популярными с начала 2024 года в Иркутской области остаются именно Артём и София. С начала этого года родилось 18 543 ребенка. Из них 9 517 мальчиков и 9 026 девочек. Подарок на осенние каникулы для юных зрителей приготовили в областном театре кукол «Аистенок». Там состоялась премьера спектакля «Братец лис и братец кролик». К творчеству известного американского писателя Джоэла Харриса в театре обратились впервые. За счет чего удивляют детей и их родителей, расскажем прямо сейчас. Это сказка о погоне, беге, фарте и случайностях. История Джоэля Харриса о том, как звери наносили визиты друг к другу. Так и не догнав кролика, хитрый лист придумал план. Предложить ушастику перемирия, пригласив его к себе и, конечно же, съесть. Так и не догнав кролика, хитрый лист придумал план. Предложить ушастику перемирия, пригласить его к себе и, конечно же, там съесть. Но быстрого зверька так легко не обмануть. Спектакль будет идти всю неделю школьных каникул. Его планируют посетить более тысячи юных зрителей. В постановке участвуют молодые артисты. Это недавние выпускники театрального училища. А у одного из артистов дебют в репертуарном спектакле «Истенка». Спектакль, который заставляет тебя очень много трудиться в процессе, он держит тебя в форме. А для молодых артистов это очень важно. Поэтому здесь, конечно, насыщенно. Есть и вокал, есть и пластики, и движения. То есть много трюков разных, и темп очень большой. Очень многое этот спектакль открывает для театра впервые. Так, это дебютная постановка по книге Джоэля Харриса. Впервые за долгое время в театре появился спектакль, который можно исполнять не только на любимой сцене, но и на выезде. И уже в 2025 году лис будет гоняться за кроликом на гастролях Аистенка. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Легендарный музыкальный фестиваль «Джаз» на Байкале подвел итоги. В торжественной обстановке наградили победителей. Поздравил молодых музыкантов и мэр города Руслан Болотов. Сто юных исполнителей продемонстрировали свое мастерство и талант. После сложного отбора жюри определили лучших. Оценивали технику исполнения, артистизм, композицию номера и другие важные составляющие. Фестиваль проводят уже в 21 раз при поддержке правительства региона и Министерства культуры области. И по его традиции мэтры джаза вместе с участниками выступят на большом итоговом гала-концерте. Он пройдет в Иркутском музыкальном театре завтра, 31 октября. Очень понравилось наше выступление. Мы выложились на все 100%. Конечно, были небольшие косяки, но мы смогли сделать то, что мы выучили. У нас каждый конкурс мы открываем новых молодых ярких звезд. И вот в частности, у нас в этом году жюри вручило открытие года очень юному барабанщику, который действительно поразил всех своим ритмичным мышлением, своим каким-то таким вот возможностью на барабанной установке сыграть очень интересные вещи. И вот мы впервые за долгие годы вручили гран-при, потому что в предыдущие конкурсы не находилось кандидатуры, которая была достойна гран-при. Выставку о буднях специальной военной операции открыли у музея солдаты Отечества. Экспозицию планируют сделать постоянной. Ее начали делать с уголка Героя России Эдуарда Дьяконова. Мама солдата передала в музей его личные вещи, после чего коллекцию расширили наградами других участников СВО, а также трофеями с мест боевых действий. Некоторые предметы передали сами военные. Они же увидели выставку одними из первых. Это очень полезная вещь, потому что я с сыном пришел, показываю, где я воевал и что увидел. Эта выставка, она, наверное, никогда не прекратится, потому что сейчас уже вот это стало нашей страницей истории. И мы, комплектуя материалы здесь у нас на филиале о разных конфликтах, уже сталкивались с тем, что проходит определенное время, и далеко не всегда можно пополнить свою коллекцию. Хорошо, если есть возможность приехать на место боев. С каждым днем на улице становится все холоднее. А это значит, что зима близко. Норка, мутон, овчина, астроган. Большой ассортимент шуб из Пятигорска теперь в Иркутске. На выставке во Дворце Спорта Труд вы точно найдете шубу на любой вкус и цвет. Выберите подходящую модель для себя или в подарок. А еще вы можете сдать свою старую шубу и получить солидную скидку на новую. Во Дворце Спорта Труд представлена коллекция меховых изделий, но комутон также дорогой ассортимент. Предоставляем скидку от 25 до 50 тысяч в замен вашей старой шубы. Также представлена коллекция унтов от пихи до 15 тысяч. Унты также в большом ассортименте. Каждая пара особенная. Отделка из бисера, страз, меха. К зимнему сезону важно правильно подготовиться и купить теплую, комфортную и оригинальную одежду и обувь, которые прослужат годы. Приходите на выставку и выбирайте шубу и унты для своего идеального образа. Ярмарка уже работает и продлится до 10 ноября включительно. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Земельный капитал» совместно с нашими вкладчиками к Новому году открывает новый цех по производству мясных полуфабрикатов. Продолжим вместе развивать сельское хозяйство. Принимаем вклады со ставкой до 25% годовых. Сбережения застрахованы. «Земельный капитал» – сберегай с пользой. «Земельный капитал» Серебро на всероссийских соревнованиях по самбо завоевал спортсмен из Усть-Илимска Никита Зиборов. Турнир завершился в Омске. Никита выступал в весовой категории до 64 кг в боевом самбо и провел три боя. В первой и второй встречах он оказался сильнее соперников из Омской области. В финале Никита уступил мастеру спорта России из Тюменской области. Баскетболисты Иркута проиграли очередной домашний матч молодежному составу московского ЦСКА. Дубль красно-синих играл без капитана в составе. Гости бодро начали встречу. 8-0 уже со старта вынудили тренера-хозяев Николая Шматова взять тайм-аут. Пауза не помогла. Соперники довели разницу до плюс 10. Комфортное преимущество удавалось держать и благодаря Максиму Ильвовскому, который съедал соперника как в своей, так и в чужой трехсекундной, при этом набирая фалы. Во второй, третьей и четвертой четверти Иркут постепенно сокращал отрыв, но на большее бело-черных не хватило. Итог 80-91 в пользу ЦСКА-2. Следующий матч иркутская команда проведет также дома. 1 ноября во Дворце спорта «Труд» сибиряки примут гостей из Тамбова. Начало встречи в 19 часов. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте stv.ru и на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. К этому часу у меня все. С вами была Алена Ленцевич. Берегите себя и своих близких. До встречи.